Привет! Я не мэджиксон, это как всегда мои питомцы, но у нас тут еще кое-кто. Посмотрите на это. На вот это маленькое существо, которое весит полтора килограмма. Это супер мини-йорк. Волосатая козявка, которую зовут шеф. Короче, он реально весит полтора килограмма, то есть вот я держу его в руке, я просто не чувствую его вес. Мне страшно его сломать. Косточки, они такие маленькие. У него лапка толщиной косточка с мой палец. У меня ощущение, что он птичка, хомячок, какая-то белочка. Что его реально можно сломать. Я сняла с ним кружок в телеграмм. Наши подписчики первые все там узнают, поэтому обязательно подписывайтесь на телеграмм. Вот Софи. Сосиска-колбаска моя. Малышка, которую я считаю малышкой, которая весит три с половиной килограмма. Посмотрите, насколько она больше него. Это Матильда. Короче, Мотик столько же, сколько Софи. Ей 12 лет. Юмичу семь, а шефу полтора. Он да... Простите, извините. Матильда, извини, я думала, ты дружишь с шефом. Беденький, тебя никто не любит. Собаки его просто игнорируют. Мотя его бьет. Это вы маля-маля-люпуську. В общем, шеф даже меньше Матильды посмотреть. Да-да-да, я просто... Да блин, Мотя, я просто показать. Итак, что вообще сейчас здесь происходит? Я решила завести такую рубрику на канале. Аня-няня. Аня-бебиситтер. Мэджик-ситтер. Мэджик-няня. В общем, напишите в комментариях свои идеи, как назвать эту рубрику. И обязательно ставьте лайк, если вам понравится все, что сегодня будет происходить. Суть этой рубрики в том, что я приезжаю к кому-то в гости несколько дней. И живу у людей, ухаживаю за их животными. И не только. Сегодня начинается мой бэбиситинг не только с чужой кошкой, которую я вообще не знаю, с собакой вот этой вот. И с ребенком, которому 10 лет. Я буду жить в их квартире. Это такой, типа, обмен жизнями. И мы будем как-то пытаться выжить и провести это время. Поэтому это очень... Для меня это вообще первый в жизни такой опыт. Посмотрим, какая я буду мама. Если мы наберем много лайков, то давайте так. Я буду продолжать снимать эту рубрику. И буду выбирать, например, из подписчиков в Телеграме устраивать какой-нибудь розыгрыш. И ехать к одному из вас. И жить у вас. Но давайте начнем по порядку. Первый этаж. Мне дали все инструкции. Что мне надо делать? Самые легкие инструкции, это инструкции по животным. Потому что у меня животные как-либо 12 лет, как София. А вот самые тяжелые инструкции по беде. Вот мы здесь уже видим явное присутствие детей. Самокаты, велосипеды. Люми, София, идите сюда. София. Погнали. Познакомимся с домом, пока нет Егора. Егора зовут... Егора зовут Егор. Сразу видно, что он футболист. Все нормально. Все в порядке. Мы пока ничего не разрушили. Итак, это у нас коридор. Здесь у нас смотин туалет. Его я буду убирать. Тут у нас гостиная кухня. Здесь у нас ванная комната. Напишите в комментариях, как называется эта передача, где приходит эта женщина, которая такая, типа, проводит, такая, ага, у вас тут грязь. Очень прикольно. Вот такой вот душ. Можно будет нормально собак помыть. Вот здесь, если что. Это у нас гостиная. А это кто? А это кто? А это кто такой? Это малявка. Вот такая малявка. А где Юми с Софией? Юми с Софией, видимо, пошли изучать все остальное. Обеденная зона. Здесь я буду готовить еду ребенку. Несколько дней подряд. Не знаю, чем я буду его кормить. Сегодня я точно закажу пиццу. Вызывайте Аню к себе домой. Оплата почасовая. Буду кормить вас пиццей. Шеф, покажи нам свою комнату. Пойдем. Покажи комнату Егора. Отлично. Шеф ведет нас в комнату. С того самого футболиста Егора, с которым я буду сидеть. Давайте посмотрим, что у него тут пока Егора нет. У Егора тут очень много места. У Егора футболиста. Он явно футболист. Смотрите, еще один мяч, который такой красный. Так что вам обязательно надо с ним будет пойти поиграть в футбол. Рюкзак. Мне нужно будет проверять, обязательно собрал ли Егор рюкзак в школу. Спортивная одежда. Есть комод, в котором три шкафа, куда можно складывать одежду. И есть дополнительный. Дополнительная полка для одежды вот здесь сверху. Если сюда все, в принципе, можно складывать. Не надо использовать те три ящика. Можно сюда все складывать. Есть карта мира. Ааа, смотрите, что он выглядит. Игровая зона. Мы сейчас что-нибудь ему напортачим. Это Роблокс. Есть расписание. Мне очень нравится это расписание у Егора, очень классное. Уроков, видимо, в школе нет. Классная гоночная тачка. Сразу видно, что живет мальчик. Вот такие вот машинки. Несколько. Иди сюда. Господи, он даже меньше, чем мяч, просто. Посмотрите, меньше, чем футбольный мяч. Это маленькая собака. Мне кажется, что на самом деле у Егора самая шикарная комната. Самая халявная. Офигеть. Вид просто офигенный. Капец. Здесь у нас гардеробная. Ну, ею я пользоваться не буду, поэтому нам бесполезно заглядывать. Там личные вещи и все такое. Здесь у нас спальня. Это та самая комната, в которой я буду спать на хозяйской кровати. В этой спальне вот такой вот большой балкон. И прикол этого балкона в том, что у него тут офигенный вид. И самое смешное... Ну, это не смешное на самом деле, это грустное. Мне хозяйка рассказала Мотину, что она один раз с этого балкона, с пятого этажа, к сожалению, упала недавно. Вот. Но с ней ничего, как с настоящей кошкой, не случилось. Она только прикусила язык. Не знаю, у меня Алиса просто никогда не жила ни на каких высоких этажах. Я не представляю вот это ощущение. Не знаю, у кого-нибудь падали кошки просто с этажей. Смотрите, какой здесь вид. Офигеть, как красиво. Максимально, с какого этажа падали ваши кошки, если падали. Она на самом деле пыталась, по-моему, охотиться за какими-то голубями или что-то. Или просто не рассчитала, прыгнула и в итоге перелетела через Мотину. В общем, так. История Моти. Залазь к нам. Залазь? Залазь, не можешь? А вот через это, с этой штучки. Во, давай. Давай. Понятно теперь, для чего этот гигантский пуфик здесь стоит. Для того, чтобы вот эта вот маленькая собака залазила на диван. В общем, мы сейчас будем читать инструкции и готовиться, потому что скоро придет Егор. Фу, пожелайте мне удачи. Вот как, вот как они встречают его, школьника Егора. Юми! Знакомьтесь, это Егор. В каком ты классе? В четвертом. Сколько тебе лет? Десять. Я буду его няней несколько дней, целых три дня. И он потом оценит в конце видео по десятибалльной шкале, как хорошо я сидела с ним или нет. Да. А вы напишите в комментариях, как вы думаете, насколько он оценит. И потом в конце видео мы посмотрим, отгадали вы или нет. Мне кажется, это прикольно очень. Господи, это самая маленькая собака в моей жизни, которую я видела. Реально. Ну, то есть, видела-то, может, я меньше, но чтобы вот трогать руками, ухаживать и гулять, я просто такого, такого, такого маленького не видела существа. Мотя, королева, ходит по дому. Кухня твоя территория, Мотя. Шефик. Мы сейчас будем сначала делать домашку на завтра, а на ужин у нас пицца. Она уже едет к нам. Семью семь, сорок девять. Семью восемь, пятьдесят шесть. Семью девять, пятьдесят шесть. Это первый ряд. Да. Все, легко, математика. Ну, что, блин, мы играем в фанты. Каждому у нас попадается какое-то задание. Мне сейчас надо кошачьего корма съесть и еще говорить все на английском при этом. Что? Что? Я говорю в английском, и они спрашивают на меня, когда я говорю в английском. Мотя, не урони цветы. И вообще, давай помогай Егору вон. У него задание нагадать мне будущее. Он футболист-гадалка. Я ему придумала прозвище футболист-сказочник. А вы перестанете снимать на ютубе. Не будете снимать холд. Вам будут писать подписчики в комментариях. Делаю. Вы приедете в Италии и станете полным, который готовит самые вкусные пиццы во всем мире. А потом вы вернетесь к лидеру, если будете снимать в игру, как вы готовите пиццу. Интересное катание. Интересный поворот. Почему мне такие дурацкие задания выпадают? Мне нельзя смеяться. Надо стоять в углу. О, еще теперь и отжаться 30 раз, блин. Интересный поворот. 30. О, я знаю кто это. Мне надо изобразить, типа, что я пукаю. Да блин, почему мне стрёмно. Это график у меня достанется. Я даже перец бы съела. Скромный пук. Вау. Сейчас, подождите, подождите. Откуда? Угу. Нормально, вкусно. Жесть, да? Съел. О, чё, чё, чё? Прямо, держи его там. Не вон, Тань. Прямо, вот, подержи его. Съел перчик. Ну, герой, чё? Лучше бы я съела перец. А мне надо изобразить музыканта на сцене. Ну, хоть тогда под свою песню хотя бы. Из кармана, кабачку, и фляжку, купюры, бумажки, пробки, коробки, коробки, наступы, органы, властники, из органов фото. Слюбни, из пасти, тушь выстирали. Я угораю на третьей стадии. Передани до души, в уши. Грудничка, боец, горблей подни, ешь. Чтоб не слышали, не слушали. Иди, слышу шепота. Чё ты шепота показываешь? Семь утра. Егор, бегом. Ты опаздываешь. Уча, я чё, пусечка. Омлет с сосисками будешь? Ну, так. Но кашу все равно ты не будешь. Потому что ты говоришь, что ее будешь, но только ее не будешь. Глаза открыть очень сложно. Просто очень сложно. Почему-то темно. Хочешь что-то делать? Мотя хочет есть. Смотри, у этих бедных расцельников. Ты чё? То есть ты воровка еды? Попрошайка? Юми такая, я тоже мостик волока хочу. А можно я пописываю? Надо больше опущивать. Мотя. Мотя. Нет, Мотя. Быстро. В этот раз. В прошлый раз пришлось стулу на переворачивать. Егор, не обещай кошку ешь. Докситер. Бобиситер. Заходите. Пока, Егор. Пока, Аня. А мы идем скорее до собачьей площадки. И главное, чтобы в этот момент никто не пописал нигде на траву. Надо добежать до собачьей площадки. Мы успели. Юми опять всех закопала. Шеф, стой. Стой. Вот такая собачья площадка тут во дворе. Юми там носится. Огражденная. Здесь можно всех отпускать. Шеф опять метит. Юми тоже метит. Две некастрированных собаки. Шеф и Юми Чу. Просто ходят и все метят. Каждый столбик. Юми перемечает шефа. Конкуренция. Представляете, какая она огромная по сравнению с ним, Юми. Шеф, ну, Софиш, почему ты не хочешь с ним общаться? Прекрасно, ребята. Шеф стоит, дрожит от холода, потому что... Мы забыли ключ от дверей и не можем теперь зайти в квартиру, в подъезд. Так началось наше утро. Случайным образом была открыта дверь на лестницу. То есть можно подниматься пешком пять этажей. Хотя бы так, чем мерзнуть на улице. Юми Чу вперед всех. Шеф за ней. Ого, она тут таким ступеньком. Размер, размер. Тихо, 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 тихо. Идем на балкон. Заходим. Просто такая малявка. Юми, это твое. Нет, шеф, это не твое. Софиш, шеф, это не твое. Софиш, иди. Шеф, это не твое. Это твое. Шлейку бессилит. Господи, это просто малявка. Рядом с ним чувствуешь себя великанищем каким-то. Юми, шеф. Короче, Мотя просит есть. Вот я сейчас ей дам. Надеюсь, она будет есть. Потому что как только я кладу кошачью еду вот здесь, сразу все собаки прибегают. Юми Чу уже пришла. Сейчас я отойду, и она пойдет у Моти отбирать. По стеночке, по стеночке. Мотя, Мотя, ешь. Ешь, а то у тебя сожрут все. Поэтому я ее кормлю тогда, когда собаки уходят. Ну, то есть я их убираю в другую комнату, чтобы Мотя поела. Иначе у нее все сожрут. Да? Мотя, ешь. Это жирная кошка Матильда. Шеф ей показывает пупу. Мотя такая, что происходит? Вот, это то, о чем я говорила. Юми! Вот, залазь к собакам. Собаки просто его иглорируют. Просто вообще. Он уходит от них, он чувствует, как они его не любят, да? Тебе обидно, что тебя не любят, а? Такая морда. Господи, как вот увидеть твои глаза-то, разглядеть там, а? Ты господи! Модель! Модель! Короче, про взаимоотношения я хочу рассказать. Да, кто такое? Кто такая модель? Мотя, как настоящая кошка, прям как киса Алиса. Шеф! Шеф, иди сюда. Класс! Молодец! Иди сюда. С писюшкой какой-то на голове. Ты секунь, писюль. Секунь, писюль. Как киса Алиса, в принципе. Такая кошка, которая гуляет сама по себе. Она ни с кем не коммуницирует. Какой-то, в какие-то моменты Юмичу она гоняет. Причем она сама, сама сначала такая мимо идет. И один раз просто, я не знаю, засняли мы это или нет. Один раз она просто Софи такая лапает, цапнула. Охраняет свою территорию. То есть, они ее не трогают, а она их просто такая... Они тоже периодически, я заметила Юмичу, пыталась ее как-то погнать. Мотя просто шла такая, Юмичу за ней побежала, и Мотя от нее на шкаф. Я боялась, что вот эти цветы, которые там стоят, на шкафу, на верхней полке. Просто Мотя периодически туда залазит и совсем сверху наблюдает, как королева. Такая императрица настоящая. В общем, она чувствует, мне кажется, себя хозяйкой дома. Она сначала в первый день немножко прифигела, залезла, спряталась за диван и не выходила несколько часов. Потом она вышла, и все, и она поняла, что на самом деле королева здесь все равно она. И вот эти вот шапки вообще ничего не значат, я тут самая главная. Поэтому она сама по себе, она ни с кем не общается. То есть, серьезных прям конфликтов, драк нет, конечно, но она все равно держится отстраненно. Шеф, он как будто в какой-то момент пытался, просто пытался завоевать внимание Юми и Софии, но они как две старые тетки просто такие. Этот маленький мальчик, мы с ним играть не будем. Они с ним не общаются. Он такой, а может быть? Они такие, отойди. Молча просто. Они на него не лаяли, не рычали, вообще никакого внимания. Ноли. То есть, они выбрали позицию игнорирования шефа. Просто как будто его не существует. Ну, вот так вот, вот такие вот взаимоотношения сложились, да, шефер? Ну и в какой-то момент он просто забил и такой, ну ладно, я не буду, как бы, тоже с вами общаться и просто буду жить такой сам по себе. Так вот, да, да, грустненько. Вот он их нюхает, а у них просто вид такой. Отворачивается просто. Пошли. А тебе нельзя так слазить. Тебя только спускать на лифте вот так. Чук. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пустота? Да Ассоциация с пустотой Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так поела Матя Писюня Писька Писюнка Дай тебе покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что нельзя, да? Ладно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот застрял там Немножко своей жирной пушистой жопой, да? Вот каждый день Каждый день они сверлят Даже в воскресенье Скажите мне, это по закону вообще разрешено Чтобы они вот так делали? Мне сказали, что это кактус по имени Настя Пусть она вот тут вот с нами посидит Жизнь матерей Это тяжелая жизнь Встаешь очень рано И тебе нужно отправить ребенка в школу Для этого нужно проверить, что он оделся, умылся Что он обязательно его покормить Выйти на улицу Он идет в школу Хорошо, что он ходит сам Получается, если бы он был меньше То надо было бы его туда водить Пока он в школе, а это длится примерно То есть в 7 он уходит, в 12 часов он приходит Это время ты тратишь на то, чтобы прибрать Приготовить что-то Спланировать ваш дальнейший день, чем вы будете заниматься Потому что как бы нужно чем-то еще интересным заниматься И еще вот эта постоянная тема Типа проверить, все ли он с собой забрал в школу Нужно или нет Он сделал домашку или не сделал Вот, например, Егор сделал домашку Он в итоге ушел на английский А потом выяснилось, что его домашка лежит здесь Он ее не взял Потому что мне в голову это не приходит Ну типа взрослый человек Ты берешь домашку и как бы логично Ты сам за собой следишь Нет, нифига, нужно все это проверять Я реально хочу просто выразить гигантское понимание наконец-то Матерям Вы герои просто Вот все мамы мира просто Вы офигеть какие крутые Я это поняла просто не за три дня, а за день Я поняла, насколько это тяжело Привет, Мотя Мотя, хочешь ко мне? Ну тебе же нравится, как я тебе глажу Это неправда, не верьте этим кадрам Она сама ко мне приходила, запрыгивала вот сюда Вот я ее гладила Угу Все-таки гладишься, да? Там враги твои вот сидят А еще после того, как все покушали, надо посуду помыть Я уже выделила даже здесь себе одну отдельную губку для человеческой посуды И другую отдельную губку для собачьей и кошачьей посуды Их тоже надо помыть Все надо помыть Когда жить вообще, мамы? Ты автор Юмичу, да? Авторитет Пришла такая Питя и... И шефа не мог пить Иерархия И за всем этим, с лицом, смесью ненависти и офигения Наблюдает Мотя А просто как? Как эти существа оказались в моем доме? Что они здесь делают? Почему они здесь? Я вас всех ненавижу Уйдите из моего дома Вот уходит ребенок в школу и ты такая Ну вот, сейчас можно потупить в Телеграме Попереписываться с подписчиками Поделать свои делишки Сторисы в запрещенную соцсеть повесить Кстати, на нее тоже не забывайте подписываться Но нет, нифига Тебе нужно помыть посуду Прибраться в доме Со всеми животными что-то там поделать Мусор вот вынести А потом еще пойти в магазин Вот сейчас, например, я иду за продуктами Чтобы приготовить обед и ужин И это все при том, что сам по себе ребенок очень самостоятельный Он может сходить с собакой погулять Он сам входит в школу Он соображает, когда ему там уроки делать Еще что-то делать Это капец А еще, вот, например При том, что Егор непридирчивый ребенок в еде Все равно вот мы пекли пирог лимонный И я такая типа О, сейчас будет лемон тарт Типа классный лимонный пирог Он так его ждал Такой попробовал И я не буду это есть Он оказался слишком кислый для него И вот так получается реально Детям же нужно еще и угодить Я думаю, что курицу точно любой ребенок будет Из духовки, да? Я надеюсь Кто это тут на двух лапах ходит? Кто это тут курицу хочет? Кто попрошайничает? Привет! Аня мама Привет! Привет! Какие дети, да? Если я с курицей играюсь до сих пор Нормально вообще, Аня? Курочка А вы смотрите, Аня, когда дети? А я курочку по жопе клопаю Курочка Я вот поняла, что я была на самом деле очень хорошей мамой Почему? Потому что мне интересно с детьми Меня прикалывает с ним Я шарю за всякие игры Роблоксы, фигоблоксы, мраулстарсы Я в ютубе и везде в тиктоках и во всех знаю все эти мемасы прикольные Которые вот многие мамы могут вообще не знать Там, скибиди туалет, например Вообще, что это такое, над чем дети смеются Анархия Я немножко... мне нужно научиться дисциплине самой и вообще Потому что я могу с ребенком разнести дом, например, и мячом в футболе Ну, этому всему можно учиться, а так я могла бы быть очень хорошей мамой между прочим Меня прикалывает, что Мотя всегда участвует в готовке Она всегда сидит такая на стуле и смотрит, что тут происходит Мухает такая... ну, конечно, мы не даем идем на стол залазить и еду как бы лизать и пробовать Но это очень прикольно, что она реально участвует в этом процессе Такая заинтересованная, несмотря на то, что ей 12 лет Шеф, мне вообще-то тут еще, как в сиделке Наказано давать тебе лекарства Смотрите, вот эта милипуска, маляпуска, маляпка Сейчас просто возьмет и вот так вот раз и проглотит кузнякино Вот так мы поехали У нас еще одна травма ВМФ-сер главный упал Меня без повреждений Какая я хорошая сиделка Заходят собаки, что происходит? Где Мотя? Где Мотя? Вот она! Юми! Вот такая вот реакция на ребенка маленького 10-летнего Юми, что? Позор, София! У всех свое питание особенное Одним одно, другим другое Третьим, третьим Четвертое, четвертое Услуги сиделки, няни, домохозяйки, док-ситера, бэби-ситера. Никаких больше блюд детстве, потому что потом все на стенах опять будет. То есть ты думаешь, они лают на твою черную куртку? Нет, на меня. Черная куртка меня так, и маскируют, чтобы они меня не узнают. Только шеф тебя узнает. Сейчас личная мать будет. Ребенок у меня падает, с кровью из носа ходит, ест в обкусной точке. Упора было задание фанта. Называй от следующего человека, а это была я, мой король. А вы что? А вам ничего не дают. У меня нога болит после футбола. А где мяч? В машине, наверное. В машине? Наверное. Он был около машины, никто ему не машину не хвал? Я нет. Я нет. Ну, значит, мяч там и остался, где был. Она разговаривает примерно так. Сейчас. Вы все вообще мне заколебали. Дурадские какие-то собаки. Буду с вами разговаривать. А Юнь говорит, мам, пожалуйста, мы же пойдем домой, а? Что-то не замерзла, у нее зло померзнет. Ох уж эти дети. Надоели. А вот Егор. А что за имя такое странное? Ну, Алиса бы так сказала. Потому что Алиса токсик. А я вот не токсик. И пожрать мне не дали. Юми, хватит просить жрать. Мы идем играть в футбол. Сначала Егор долго бил много раз мечом по голове, у него потом пошла кровь. А сегодня я получила в глаз. Надеюсь, у меня не будет синяка. Только ты нас встречаешь, да? Софи. Мотя, где? Где? Это зоопарк просто. Зоопарк, зоопарк. Господи, сейчас все уедут по пупе тебе, да? Что ты спринешь, что ли? Пошла такая. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, поздравляем! Ну что ж, три дня с Егором. И теперь настало время Егора оценить от одного до десяти. Какая Аня няня? Давай. Одиннадцать из десяти. Одиннадцать из десяти? Да. Спасибо. Еще я хотела сказать, подписывайтесь на ее канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!